29-летняя Екатерина Диденко пожаловалась на нападки в социальных сетях. Инстаграм-блогер обратилась к фейтерам. Аптечная ревизора, чей муж погиб в бассейне с сухим льдом, впервые после трагедии осталась одна с детьми. Проводили сегодня мою маму и остались втроем. «Если честно, я не представляю, как дальше жить», — сказала Екатерина. Вдова утверждает, что страдает от потока негатива. Ей часто пишут крайне резкие комментарии. Молодую мать упрекают в том, что из-за нее погибли трое молодых людей, муж Валентин и их двое 25-летних друзей. В ответ на гневное сообщение Диденко показала, что готова решиться на отчаянный шаг. Блогер с детьми в руках встала на кресло и шагнула на подоконник. «Вы хотите, чтобы я в окно вышла?» — спросила девушка у недоброжелателей. Однако вскоре после этого Екатерина сделала вторую запись. Звезда Инстаграм показала кукиш. «Хрен вам. Не дождетесь», — написала она. Блогер призвала подписчиков не спешить делать выводы из информации, выкладываемой в различных пабликах. «Прежде чем вешать ярлыки на людей, дождитесь результатов следствия», — попросила Диденко. Она добавила, что многих вещей не может рассказать, поскольку подписала расписку о неразглашении, как и остальные участники трагического празднования ее дня рождения. Екатерина овдовела в ночь на 29 февраля. Ее 32-летний муж Валентин ради забавы засыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда и вместе с гостями праздника прыгнул в воду. Из-за химической реакции те, кто оказался в бассейне, получили ожоги и отек легких. Валентин скончался в реанимации. Инстаблогер на шоу «Пусть говорят» обвинила врачей в гибели мужа и друзей. Из-за стресса у Екатерины началось обострение Витилиго.